Доброе время суток, дамы и господа! С вами Юрий Тенман, Картина ТВ, вопросы и ответы. Сегодня я хочу начать серию передач, именно передач, которые будут выходить регулярно. Я буду делать их для вас, потому что ситуацию со спортом в России мы знаем, они практически нигде не участвуют и ничего не показывают. А смотреть хочется. И сейчас начнется Олимпийский турнир, прежде всего Олимпиада и Лига Европы, Лига Чемпионов уже идет во всю квалификацию и хочется понять, где и что можно смотреть. И я попытаюсь разобраться во всем сам и подскажу вам, как же нам на картине ТВ смотреть спортивные трансляции. Итак, спешу вас с одной стороны огорчить, но это уже не от нас зависит, Россия действительно отказалась от показа Олимпийских игр. Кстати, единственная страна в мире, которая трансляции вести не будет. Не будут вести они, по моим соображениям, из-за политических, конечно, мотивов, прежде всего, потому что они провели игры БРИКС, которые анекдотом иначе не назовешь. И это вообще какая-то насмешка над спортом, то, что там происходило. И тот, кто в курсе, тот знает, что буквально одна команда, там один спортсмен участвовал в соревнованиях, получал при этом золотую медаль. Были соревнования, в которых участвовали только два спортсмена. Это просто какой-то, даже я бы назвал, подавать своими именами. Прикол. Но как может один спортсмен участвовать, вышел, прыгнул в воду и получил золотую медаль? Это что, соревнования? А еще, прежде всего, были записаны в число участников страны, которые участие не принимали, но флаги их почему-то выносились, их зачем-то ставили участниками. Чистая показуха. И самый, конечно, курьезный момент, что спортсмен из Латвии умудрился стать победителем, а в итоге выяснилось, что он не только не участвовал в них, но уже три года, как не занимается спортом, оставил спорт из-за травмы. Но это просто, конечно, чудо, а не соревнования. И после этого показывать им настоящий праздник спорта в Париже, конечно, они не могут. И это грустно, потому что многие болельщики, которые действительно любители спорта, любят спорты, любят Олимпийские игры, в итоге просто оказываются обкраденными, потому что, ну где смотреть? И я вас порадую, новость вторая. Картина ТВ, конечно, не останется без Олимпийских игр, и я специально для вас провел расследование картины ТВ, посмотрел, какие каналы что будут показывать, и каждый день буду выставлять спортивные трансляции, расписания, и буду делать вам вот такие обзоры, где что посмотреть. Итак, сегодня первый обзор. Выходит он раньше, чем открылись Олимпийские игры, в преддверии, как говорится. И не только потому, что уже есть что освещать вам и рассказать по расписанию Олимпиады, но и потому, что идет вовсю, уже началась квалификация лиги чемпионов и европейских кубков футбольных, которые Россия тоже теперь будет показывать только на платном пакете ОКО, и, к сожалению, он недоступен ни для картины ТВ, но и даже многим россиянам он недоступен. Он не очень дорогой, но в России есть традиция не покупать спортивные репортажи. Ну, так вот устроено, не хотят тратить на это деньги, хотя деньги там небольшие. Но, значит, итак, самый, конечно, большой интерес вызывает безумно скандальный матч динамовцев Киева с партизаном из Сербии. И здесь явные политические мотивы. Дело в том, что Украина бесспорно не может простить партизану то, что на матчах лиги чемпионов в прошлом году, в прошлом сезоне в Европе они умудрялись на всю скандировать имя Путина, прославляя этого президента. Конечно, Украине это крайне неприятно, и здесь сразу же заиграл политический мотив. Это будет явная политическая битва, все ее ждут как сумасшедший футбол, и сравнивают чуть ли не с матчами серии СССР-Канада, когда тоже политическая ситуация в стране накладывала явный отпечаток по строе, играл социализм против капитализма. По тем временам это, конечно, было ярко окрашенное политическое шоу. Сейчас примерно то же самое ждет и партизан с Динамо Киевом. Эти две игры будут крайне любопытные. Показывать их будет сегодня, 23 числа. Будет прямая трансляция, папка Украины, канал 2 плюс 2. Смотрите там и в записи, и в прямую эту игру. Это будет первый матч, который будет сыгран, и будем смотреть, будем наблюдать. Что касается Олимпийских игр. Олимпийские игры стартуют раньше, чем будет церемония открытия. Так было всегда, потому что программа Олимпийских игр довольно обширная. Есть довольно длительные турниры, такие как, например, футбольный, который всегда традиционно стартует за несколько дней до открытия Олимпиады. И уже завтра состоятся трансляции, 24 числа. Вы сможете наблюдать их по азербайджанскому каналу ITV. И спасибо, что они транслируют очень объемные Олимпийские игры. И придают большое внимание футболу. Кстати, немногие страны придают огромное значение футбольному турниру. Но вот канал ITV это делает. И спасибо им еще раз за это огромное. Итак, завтра у нас по расписанию три игры сразу будут показаны все впрямую. И, пожалуйста, те, кто любит футбол, могут посмотреть матч открытия Аргентина-Марокко. Эта игра состоится первой. Я не называю время, потому что вы все смотрите в разных странах. И вы можете подстроиться в картине TV, либо под запись, либо сами посмотреть во сколько по вашему региону начинается игра вживую. Значит, вторая игра состоится невероятно любопытная. Я знаю, что многие ее ждут, потому что очень хорошо выглядела перед Олимпийским турниром сборная Украины. И многие возлагают на нее надежды, в том числе и я. Я думаю, что Украина выступит крайне удачно. Будем надеяться, пожелаем ей удачи. И первая игра с Ираком будет как раз завтра. Вторая, показано по каналу ITV. Третья игра состоится Франция-США. Тоже игра любопытная. 25 числа в расписании стоит всего одна единственная игра. И почему-то написано, что это Испания-Бразилия. Мне кажется, что это ошибка или это какая-то будет старая игра показана. Я не понял. Надо будет разобраться. К сожалению, здесь в расписании иногда вкрадываются ошибки. Но по сетке игр, то есть по расписанию игр, Олимпийских игр, я думаю, что если эта игра связанная с Испанией, то эта игра будет Испания-Узбекистан. Что тоже любопытно, потому что узбекская команда тоже очень хороша. Перед Олимпиадой она пробилась в Олимпийский турнир впервые. И это очень интересно будет понаблюдать за Узбекистаном. Давайте смотреть. Это пока все. Теперь, что касается церемонии открытия Олимпийских игр. Показывать будут несколько каналов. К сожалению, на русском языке я пока не нашел, но я сделаю оговорку. Пока. Дело в том, что еще не все каналы я смог просмотреть по техническим причинам. Мы посмотрим. Кто-то, может быть, все-таки покажет с трансляцией на русском языке. Может, кто-то из Беларуси, Молдавии. Надо поизучать этот вопрос. Я выставлю в следующем ролике. Обязательно расскажу, что слышно по церемонии открытия. Но пока уже известно, что церемония открытия в полном объеме, естественно. Можно будет посмотреть по тому же каналу ITV. Это будет 26 числа. В 13 часов 30 минут по местному времени. Все показывают в это время. И вы сориентируетесь у себя в регионе, во сколько это будет у вас, чтобы можно было посмотреть церемонию открытия вживую. Или в записи вы всегда это можете сделать. Также показывать будет латвийский канал LTV7. Это в папке интернациональных. Все каналы, что ITV, что канал LTV. Ну, чтобы вам было легче искать, ITV это канал 242, а LTV7 это канал 248. Вот эти два канала будут уже сейчас выставлены на расписании. Открытие церемонии открытия Олимпийских игр Париж. Это пока все. Пока я с вами прощаюсь. Но обещаю выставить ролик буквально завтра же или послезавтра, когда узнаю новое расписание. И когда смогу вам сказать, где что смотреть. Смотрим Олимпийские игры. Болеем за своих. По возможности тех, кто хочет смотреть футбол. И если я что-то узнаю про Лигу конференции, Лигу чемпионов или Лигу Европы, где какие матчи будут идти, я естественно все это вам буду рассказывать. С вами еще раз был Юрий Тенман. Картина, ТВ, вопросы и ответы. Болеем за своих.